Здравствуйте! С вами миссионер Сергей Комаров, и мы говорим о трудных местах Евангелия. «Не протився злому», — сказал Спаситель в Нагорной проповеди. Значит ли это, что христиане должны быть внешне пассивны к любому проявлению зла? Если кого-нибудь бьют, насилуют, унижают, неужели я должен пройти мимо? Или, может быть, достаточно будет лишь постоять рядом и помолиться? Ведь Бог все видит и обязательно должен как-то среагировать. Ведь Он сказал, мне отмщение я воздам. Разбираемся. Прежде всего, необходимо понять, кто есть злой, о котором говорит Спаситель. Здесь употреблено греческое слово «понерос». В Новом Завете оно имеет три значения. Дьявол, зло вообще и конкретный носитель зла. От первого варианта перевода придется сразу отказаться, так как другие тексты Писания однозначно утверждают необходимость борьбы с дьяволом как таковым. Определенный артикль «то» перед словом делает невозможным второе понимание. Зло вообще. Остается третий вариант – персонифицированное зло. То есть человек, намеренно причиняющий зло другому по наущению дьявола. Блаженный феофилак болгарский так и пишет, что злым здесь Господь называет дьявола, который действует через человека. Также стоит обратить внимание на контекст, в котором звучит данная фраза. В последнем отделе пятой главы Евангелия от Матфея Спаситель говорит о реакции человека на причиняемое лично ему зло. Там же звучат и другие подобные призывы, касающиеся модели отношений «я и мой обидчик». Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Из контекста главы можно понять, что в словах «не протився злому» речь идет о личной мести и только о ней. В агрессии против него христианин должен постараться замкнуть зло на себе и не умножать беззаконие мира ответной злобой. Святитель Иоанн Златоуст комментирует «Поистине ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых». И прибавляет «Мщение производит совершенно противные следствия. Оно обоим причиняет стыд, ожесточает их и еще больше воспламеняет гнев, и зло, простираясь далее, доводит нередко до смерти». Здесь можно усомниться, а да как же выжить в этом мире, если не мстить? Святитель Феофан Затворник отвечает. Когда с полною верою от всей души пожелаешь так жить, чтобы не противиться никакому злу, то Господь сам устроит для тебя образ жизни, не только сносный, но и счастливый. Но ситуация меняется, когда жертвой становится другой человек. И здесь уже вступает в силу иная евангельская истина. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Святитель Иларий Пиктовийский пишет. «Вера же не терпит сильного огорчения из-за нанесенной обиды и не допускает мщения, поскольку на суде Божьем тех, кто претерпел обиду, ждет великое утешение, а тех, кто нанес ее – суровое наказание». Итак, Евангелие предписывает нам не только воздерживаться от совершения несправедливости, но требует также, чтобы мы избавились от тайного желания мстить за нее. Епископ Михаил Лузин пишет. «Любовь христианина должна быть подобна любви Божией, но любовь Божия ограничивает и наказывает зло. И любовь христианина должна терпеть зло только в той мере, в какой оно остается более или менее безвредным для славы Божией и для спасения ближнего. В противном случае должно ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство». Ограничивать и наказывать зло. Но ведь тогда получается, что против зла необходимо будет применить то же зло? Нет. Сопротивление, но не зло. Одни и те же по своему виду действия могут иметь совершенно разные значения. Например, резать человека. Это зло? Да, если хулиганы в подворотне изранили ножом прохожего, они совершили зло. Но если хирург делает операцию больному, он совершает добро. Одно дело нападать на человека с оружием в руках с целью грабежа, другое дело с оружием в руках защищать свой дом от грабителей. Есть ситуации, когда физическое противление злу необходимо, они не будут являться злом, потому что получают совсем другое значение. Вспомним, что Христос изгонял торговцев из храма бичом. У апостола Петра был при себе меч. А апостол Павел писал о начальнике. «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он – Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое». Но как же Христос говорит «любите врагов ваших»? Здесь, опять же, речь о наших личных ненавистниках и гонителях, которых мы обязаны прощать, как христиане. Всеми силами мы должны стараться не зажигать в себе ответный огонь ненависти, но, напротив, тушить страсть противника нашим прощением и любовью. Что же касается врагов Божьих и мучителей наших ближних, тут уже вступают в действие другие правила и принципы. Русский философ Иван Ильин писал, «Христос никогда не призывал любить врагов Божьих, благословлять тех, кто ненавидит и попирает все божественное, содействовать кощунственным совратителям, любезно сочувствовать одержимым растлителям душ, умиляться на них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не помешал их злодейству. Поэтому христианин совсем не призван к тому, чтобы противоестественно вынуждать у своей души чувство нежности и умиления к нераскаянному злодею. Необходимо только понять, что настоящее религиозно верное сопротивление злодеям ведет с ними борьбу именно не как с личными врагами, а как с врагами дело Божие на земле. Так что чем меньше личной вражды в душе сопротивляющегося, тем эта борьба его будет при всей ее необходимой суровости духовно вернее, достойнее и жизненно целесообразнее. Важно понять, что сопротивление злу как раз и рождается от любви. Кто сильно любит истинную добро, тот сильно ненавидит ложь и зло. Кто любит Бога, тот ненавидит все то, что ненавидит Бог. Как и сказано в Откровении, в послании Ангелу Ефесской Церкви, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. А ненавидящий зло будет бороться против зла, прежде всего в себе, а в некоторых случаях будет поставлен перед необходимостью останавливать зло и физическим воздействием. Есть ситуации, когда непротивление злу будет означать принятие зла. Прекрасно говорит об этом архиепископ Аверки Таушев. Из речения «не протився злому» нельзя понимать в смысле непротивления злу, как это делает Лев Толстой и подобные ему лжеучителя. Господь запрещает восставать на человека, причинившего зло с ответной злобой. Но ко всякому злу, как таковому, христианин должен быть абсолютно непримиримым и должен бороться со злом всеми доступными ему мерами, ни под каким предлогом не допуская зла в свое собственное сердце. Преподобный Исидор Пелусиот рассуждает. Апостол Павел сказал «Аще возможно, со всеми человеки мир имейте». Иногда бывает это и невозможно, когда дело идет о благочестии, о справедливости, о целомудрии и просто сказать о всех добродетелях. Как будет в мире благочестивый с нечестивым, правдивый с лживым или целомудренный с похотливым, который готов растлить не чужую только, но и свою собственную красоту? А как же насчет помолиться вместо остановить зло? Неужели Бог может допустить, чтобы совершилось явное беззаконие? Тем более, если христианин помолится ему о прекращении беззакония. Зачем вмешиваться нам, если лучше дать Богу возможность действовать? Разве есть воля Божья на страдания невинного человека? Зайдем немного издалека. Мир создан Богом, но ныне этот мир зол и безнравственен. Почему? Потому что зло и безнравственность в мир принесли мы. Первые люди нарушили волю Божью, и все мы теперь живем в поврежденной вселенной. Раз уж в мире появилось зло, на которое, в принципе, не может быть воли Божьей, то уже только поэтому позволительно считать, что далеко не все в мире происходит по произволению Божьему. Давайте задумаемся. Есть фактор свободной воли человека, которой дана страшная возможность не слушаться Творца. И если волю Божью нарушили мы, то от нас зависит и исправление жизненных ситуаций согласно воле Божьей. Помолившись Богу, надо действовать самому. Как говорится, молись так, как будто все зависит от Бога, и действуй так, как будто все зависит от тебя. Не выдвигаем ли мы идею воли Божьей всякий раз, когда нам необходимо прикрыть свое слабоволие или морализаторство? Более того, таким образом мы относим всякое общественное зло к воле Божьей. Получается, что зло, которое все же случилось, послано Богом, и любая попытка пресечь это злодейство становится святотатством. Но не может быть воли Божьей на совершение зла. Иван Александрович Ильин хорошо показал абсурдность такого взгляда. Когда злодей обижает не злодея, то это означает, что это угодно Богу. Но когда не злодей захочет помешать в этом злодею, то это Богу не угодно. И действительно, разве воля Божья состоит в том, чтобы никто не обижал злодеев, когда они обижают не злодеев? Бог желает, чтобы мы терпели личные обиды, так же, как Христос терпел. Но наша христианская обязанность защитить слабого, даже если для этого необходимо будет применить силу против агрессора. Тема для размышлений очень сложная. Порой непросто разобраться, в какой именно ситуации необходимо силой остановить зло. И трудно при этом не воспламениться злобой самому. Трудно понять, как можно любить человека, не любя в нем зло. «Мы живем в мире, который после грехопадения утратил цельность и стал сложным, расщепленным. Мы все несем груз последствий грехопадения, став частью сложности мира, внося свой личный вклад в его греховность, в то же время и страдая от нее. Пребывание в миру – есть взятие на себя креста мира», – писал протеерей Василий Зиньковский. «Мы и сами изнутри сделались сложными, расщепленными, и нам трудно жить в мире, зараженным вирусом греха. Но жить нужно. И постоянно принимать непростые решения тоже придется. В том числе и в связи с заповедью «Не протився злому». И, принимая решения, нужно сохранить в себе веру, любовь, рассуждение, непримиримость ко злу, преданность добру. Все то, чему учит нас Христос». На этом я с вами прощаюсь. В следующем выпуске мы продолжим искать ответы на трудные места Евангелия. Всего доброго. С вами был миссионер Сергей Комаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова